Всем привет! Вы на канале Линель, и с вами я, Елена Чернявская. Сегодня, как технолог собственного бренда косметики, я подготовила для вас сюрприз. Мы будем делать собственными руками носочки для педикюра. Такие, которые продаются в магазине и стоят совсем недешево. Мы повторим с вами этот же состав, но совсем-совсем за копейки. Такие носочки сделают ваши ножки и пяточки гладкими, как у младенцев. И вам не понадобится больше ходить в салон за процедурой педикюра. Вы будете делать это самостоятельно, легко и просто. Поэтому смотрите до конца, но не забудьте поставить лайк. Кому подойдут такие носочки? Тем, у кого проблемные грубые стопы и пятки. Для тех, кто не делает педикюр в салоне, как я, например. Ну, не могу я вытерпеть этой щекотки. Мне очень-очень щекотно. Я не могу никому позволить это сделать за ним. И также тем, у кого просто очень сухая кожа стоп. Чем будут отличаться наши носочки от тех, которые продаются? Состав будет практически идентичный. За исключением экстрактов, которые входят в готовые носки из магазина. Но эти экстракты на самом деле просто маркетинговый ход. Они не нужны. Мы все равно будем удалять кожу со стоп, которая будет сверху. Поэтому то, что мы ее увлажним, напитаем или сделаем там какие-то витаминчики, не принесет никакой пользы. Плюс наших носочков будет в том, что их не обязательно одевать на всю стопу. Мы будем делать это локально, там, где у нас есть грубые участки. Для того, чтобы не повредить тонкую, нежную кожу остальной части стопы. Что нельзя сделать, к сожалению, из носков готовых. Ну, а понадобятся нам обычные, подручные, очень доступные средства. Кстати, себестоимость их, я посчитала, всего 46 рублей таких носочков. В отличие от покупных, которые стоят примерно 350-500 рублей. Также нам понадобится пищевая пленка, обычные хлопковые носки и мягкая пилка для педикюра. Ну что, поехали! Пять таблеток аспирина мы размельчаем. Для этого удобно использовать чеснокодавку. И потом превращаем в мелкий порошок с помощью столовой ложки. Добавляем к размолотым таблеткам водки 3 столовых ложки. Перемешиваем и оставляем, чтобы в таблетке лучше растворились. Два пакетика ромашки или календулы завариваем 30 миллилитрами кипятка. И оставляем завариваться на 15-20 минут. Добавляем настой ромашки к таблеткам аспирина в водке. 3 столовые ложки. Туда же добавляем лимонный сок, примерно 1 или 2 столовые ложки. И 1 столовую ложку глицерина. Все хорошо-хорошо перемешиваем. Нарезаем бинты небольшими прямоугольниками, для того, чтобы накладывать их на стопу. Примерно по 4-6 полоски на каждую ногу. Ноги предварительно распариваем в горячей воде в течение 50 минут. Мочим бинт в растворе и прикладываем на грубые участки, избегая тонкой нежной кожи остальной части стопы. Накладываем в несколько слоев и оборачиваем ногу в пищевую пленку. Надеваем сверху обычные хлопчатобумажные носки и оставляем. Примерно на 40 минут или час. Спустя необходимое время убираем носок, промываем ногу в воде и обрабатываем мягкой пилкой для педикюра. Внимание! Пилкой работаем только в одном направлении. Затем ополоснули ноги и смазали стопы питательным кремом. Что еще важно заметить? Ходить в таких носочках можно и нужно около часа. Но если вы почувствуете, что у вас какое-то сильное жжение, реакция какая-то пошла, то снимайте, конечно же, гораздо раньше, потому что чувствительность у всех разная. Кроме того, можно предварительно попробовать на небольшом участке кожи протестировать на аллергию. Это было все, что я хотела вам сегодня сообщить. Не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, и нажать на колокольчик, для того, чтобы не пропустить уведомления о моих новых видео. Обещаю, впереди еще много интересного. А с вами была я, Елена Чернявская. Всем пока!